Осталось 10 дней до начала 31-х летних Олимпийских игр. Спортсмены уже прилетели в Рио-де-Жанейро и начинают заселяться в Олимпийскую деревню. В числе первых российская сборная по спортивной гимнастике, в составе которой сразу два представителя Чувашии. Помимо них наша республика будет представлена еще одной спортсменкой. На сегодняшний день в Рио-де-Жанейро уже находятся два наших спортсмена, Евгений Шелгунова и Владислав Полишов. Это гимнасты, которые вошли в состав сборной команды России. И, наверное, стоит отметить и Дарью Спиридонову, которая на сегодняшний день выступает за другой регион. Это воспитанница Чувашской школы спортивной гимнастики. И, конечно же, блестящее выступление Ирины Калентьевой здесь, в «Чебоксарах», которая 13-й раз выиграла чемпионат России, прошла все отборочные старты. И, думаю, она сможет и покажет отличный результат на этих Олимпийских играх. Конечно, многочисленные допинговые скандалы вокруг российской сборной сказались на численности нашей Олимпийской команды. Чувашские атлеты разделили коллективную ответственность со спортсменами России. «Шесть спортсменов вошли в состав сборной. Все процедуры, наверное, уже все знают. И МОК, и КАС не оправдали. И поэтому легкотлетов мы на Олимпийских играх, к сожалению, не увидим. Были моменты и в других видах спорта. К примеру, Наталья Хлёскина, которая отобралась, прошла два международных квалификационных отбора в Китае и на чемпионате Европы, блестяще выиграл чемпионат Европы. Но, к сожалению, наказана была Всероссийская Федерация Тяжелоатлетики и была отобрана квота, и фактически мы оказались не у дел. Это, конечно же, проблема не спортсменов, а проблема наших общественных организаций». Рекорд по представительности спортсменов Чувашии в российской сборной был в 2004 году. Тогда в Афину отправились 9 спортсменов. В этом году в Олимпийскую команду страны вошли 10 человек. Однако из-за допингового скандала их количество сократилось до трех. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.